Я Лариса Гузеева Водитель отдела внутренних интернет-проектов Мечтает увидеть всю планету Предупреждает, что его будущей жене Придется провести первые два года Семейной жизни в плавании Максим никогда не возьмет в жены скромную осоль Его идеал – смелая, яркая, легкая на подъем девушка Которая не боится перемен Может, Рост, ну ее, все бросите, тоже в кругосветку, а? Ну, мы с тобой-то хорошо Семь лет-то, как мы уже на яхте с тобой семь лет Не раз, кстати, это... Они убили друг друга Да-да-да-да-да Я не с пустыми руками Давайте я начну с подарков Мы уже это рады Конечно Начать хочу, конечно же, с цветов Это что, цветы, да? Да Максим, а где сейчас яхта-то? В Москве? Ой, какая прелесть, боже мой Первый раз так упаковку вижу Сейчас яхта у нас в Панаме находится Мы пережидаем сезон ураганов Вот, поэтому пришлось временно Ну и самое главное, я хочу Совершенно оригинал Пригласить вас на яхту, отдохнуть То есть, соответственно... В хорошем смысле слова Да Хороший парень, наверное Да, наверное, хороший Хороший, да Хороший, хороший Добрые глаза какие-то Позвольте, мы уберем цветы со стола Потому что вас плохо видно Спасибо большое Но цветы фантастические Итак, вы из семьи военного, да? И вот такая страсть путешествия Мне сидеть на месте с детства у вас Но для этого же нужны какие-то, не знаю, финансы Мне так кажется А яхта арендованная или ваша собственность? Нет, год назад, полтора года назад я продал квартиру, купил яхту И сейчас на своей яхте хожу Скажите, а квартира куплена родителями или вами? Нет, я заработал Какой молодец И что, теперь только вот из-за устойчивого жилья нет? Вот живете на яхте? Куда невесту-то? Есть своя квартира в Москве От аренды которой живем Плюс я работаю Но жену ищу на яхту Потому что я хочу завершить свое кругосветное путешествие Максим, ну вы ведь были женаты? Да, был И что? Ну, жена не пошла со мной в кругосветку Поэтому в итоге развелись Хорошо, а когда женились на ней? А предлагали ей вот ту самую кругосветку? Или ставили условия какие-то, что после свадьбы Дорогая, вместо путешествия в Турцию Кругосветка Когда женились, я об этом даже не думал А потом я дошел до мысли Что прежде чем заводить детей Организм должен оздоравливаться, что ли И лучшее оздоровление это пройти на яхте по миру Есть хорошую свежую рыбку, свежие фрукты И восстановить себя Скажите, а у вас команда профессионалов, естественно, да? Нет, я начинал один А через два месяца ко мне Екатерина присоединилась Мой старший помощник Правда, Екатерину мы чуть попозже Женщина на борту корабля, это к беде, как известно Напротив, я начинал свое путешествие У меня был опыт две недели яхтенной школы И после этого я до этого вообще с яхтами никак не был связан А у Екатерины, в отличие от меня, четыре года гонок профессионально Послушайте, когда замкнутое пространство Может случиться все, что угодно Нет, зато человек проверяется Нет, ну люди же живут иногда и в квартирах И при этом остаются друзьями Ой, это я не знаю, это когда я на 78 лет Я, например, когда в квартире жила То я не понимала, как можно по-другому У нас бывают гости То есть в ночнушке вот так вот по палубе Уже вам не пробежаться Дай хоть яхту посмотреть, а то уж прямо тут Ну давай, посмотри Азартный аппетит уже проснулся Ну здорово, что там говорить Максим, здорово Я вам просто искренне завидую Потому что одна жизнь, и вы ее как-то так вот правильно проживаете Мужчина очень приятный Мне кажется, что с ним на край света можно было бы Еще знаю одну вещь, что вам ассоль-то не нужна на этот ваш самый корабль Ассоль точно нет, конечно Мне нужна такая, кто пойдет со мной Кто сможет встать к штурвалу и пройти весь мир вместе Скажите, пожалуйста, ну вот у таких путешественников, как вы Обычно в каждом порту по ребенку Вы как с этим делом? Потом не начнут они собираться у нас в стране, нет? Ну я в принципе На программе у Андрюши Малахова требуя ДНК Я в принципе к продажной любви не очень отношусь Ну какая же, от продажной любви дети не родятся Родятся от чувств Ну хорошо, некогда То есть в бананово-лимонном Сингапуре не появится Когда ты приходишь в страну, хочется ее посмотреть Посмотреть в культуру А как узнать страну и культуру? Только изнутри Максим, я когда читала вашу историю, думала сейчас Екатерина, Максима буду здесь терзать Потому что, ну не верю, молодые люди, ну и так далее Думаю, пришли, наверное, на программу пошутить над нами А у вас на самом деле все хорошо Нет, я не знаю, или это из-за того, что вы все время на природе Но у вас такие чистые глаза у обоих Вы такие, вы такие-то искренние Такие-то такие открытые Вот просто, ну вот, море, ветер, стихия, все вместе Море делает такими людьми А Кате не замужем? Да, поэтому доверяю вам Сейчас уже нет Ну правильно, какой муж потерь Да действительно Нет, это было гораздо раньше Катерина тоже мне нравится В общем-то, хорошие, такие дружеские эмоции вызывают они А дети когда входят в ваши планы? Пройти, оздоровиться, вернуться А сколько этот кругосветка по времени-то будет? Ну мы планируем за полтора-два года дойти до средиземных Значит, тогда она не возрастная должна быть Скажите, а какие испытания ждут будущую вашу жену? Пляжи, купание, рыбалка Скажите, ну непременным условием, что она идет с вами в кругосветку? Да А это до ЗАГСа или после? Потому что так получится, что вы ее, грубо говоря, употребите в течение полутора лет Она вам в кругосветке надоест так, что сойдя на берег, вы скажете Нет, дорогая, все что угодно, буду искать Ассоль Может быть, тебе понравится приключение? Нет, а может быть, сначала все-таки в ЗАГС, чтобы у нее были какие-то гарантии? Может быть, да Гарантии чего? Отдать ей что? Что она вам не наскучит за эти полтора года? Скажем так, можно сделать там месяц-другой перехода и посмотреть, сможет ли она в принципе Ну месяц-другой еще может быть, но все-таки, ребят, не полтора года, да? Нет, а потом можно сделать свадьбу там на каких-то Маркистских островах Почему нет? А можно сначала штамм в паспорте, а потом уже планировать, где свадьбы? Ну, по-человечески, если А в чем-то человечески? А вы ее как трактор сначала проверяете? Может, у нее морская болезнь будет, ее будет выворачиваться Максим, ну это нехорошо Потому что это же ваш каприз, это же, ну, ваше, так сказать, воле Каприз? Я хочу бросить к ногам своей женщины весь мир, это каприз? Так вы сначала женитесь, а потом бросаете А давайте посмотрим, что он бросит Если кто хочет Может, ради этого и стоит рискнуть Кстати, по фэн-шую нельзя, чтобы кровать отсвечивала в зеркале Вы не в курсе фэн-шуя? Зато эмоции разные Максим, вам 35 лет, детей нет, женаты были, ну, так сказать, вам не очень повезло в этом браке А какой видите свою жизнь через 5 лет? Это сложный вопрос Яхта будет перешвартована, да? Да, скорее всего, это будет или европейская страна, быть может, Россия, быть может, какой-то остров Он хочет увидеть мир? Отличная идея и отличное вложение, лучшее вложение денег Значит, девушку надо брать из провинции, потому что ей все равно, что на яхте жить, либо в квартире, и даже в какой стране, собственно говоря Также желательно безработную, почему? Потому что, ну, не жалко будет работу, потому что сейчас девочки карьеры строят И, соответственно, экстремалку, но и без родителей Ну, или родители, которым все равно По крайней мере, у вас не будет проблем договариваться с ними Поэтому таких у нас много, я думаю, что на сегодняшней программе Он должна быть самостоятельной, активной Ну, если она приехала в Москву, значит, наверное, она самостоятельная Но некоторые приезжают и уезжают Я считаю, что вам подойдет девушка зрелая, с сытым сознанием, из хорошей семьи, с сознанием языков Не мещаночка, у которой с рождения мягкая постель и вкусная еда на столе Обязательно должна быть хороша собой Естественно, глаз должен радоваться Без дурных привычек Она должна быть уравновешенная, спокойная и в то же время очень сильная Правда? Романтичная, неожиданная, необыкновенная Не такая, как все Неординарная абсолютно Еще более романтичная, чем вы И еще более чувствительная Но при всем при этом Вот Венера все-таки в близнецах Должен быть такой пацан, мальчишка, правда? Вечно молодая Так и знакомьтесь с первой невестой И что хорошо у вас, кстати И мущество всегда будет хорошее Что будет так? Имущество Имущество? Не разбазарит, да? Да, ладно Привет, Максим Привет Меня зовут Жанна Максим Очень приятно Взаимно Спасибо Спасибо Жанна, 32 года Менеджер в Международном информационном агентстве в Швейцарии Работала в семи странах мира Гордится тем, что получила титул Самой успешной женщиной в секторе продаж финансовых услуг Мечтает выйти замуж за уважаемого человека Признается, что любит дорогие вещи и качественную пищу За несколько лет отношений с возлюбленным Жанна так и не смогла перейти с ним на «ты» Надеется, что Максим станет для нее по-настоящему близким человеком Здравствуйте, девочки Здравствуйте Какие вы яркие Спасибо Вы тоже очень яркие И я хотела с вами поделиться сладостями в Швейцарии Спасибо, дорогая Значит, вы из Швейцарии? Да, я из Женевы А родились где? Родилась я в Бресте, в Белоруссии Но мой папа так же, как и папа Максима военный Поэтому, когда мне было два года, мы уехали жить в Германию И прожили там пять лет Потом вернулись в Белоруссию Потом я поступила учиться в Польшу, когда мне было 16 лет И с тех пор началось мое путешествие по разным странам мира Потому что я, как и Максим, очень люблю путешествия Братья и сестры есть? Нет, я одна, к сожалению Вы тоже один, по-моему, да? Да В общем, очень много похожестей у нас Это мои стена не за последнее время, как Василиса родила сына Почему я не родила десятерых детей? Прямо вот стена, прям оплакиваю, да? И вы тоже головой Машете, Анечка? Да, тоже самое Подожди, что тебе? Скоро твои тоже Нет, ну как своих хочется Ну понятно И в Швейцарии вы уже как бы осели так плотненько Да, это всегда была моей большой мечтой Жить именно в Женеве Когда мне было пять-семь лет Я всегда всем говорила, что я буду жить в Швейцарии Мне очень нравится А родители, а вы где? А мы в Бресте Мы живем в Бресте, да Мы счастливы за дочку Да, мы счастливы, только мы хотим внуков Когда мама молодая, это так круто А с другой стороны, это такая привязанность, что потом очень тяжело Мне кажется, мама потом лезет везде Ну, наверное, все ухажеры были иностранцами, да, естественно? Про первую любовь расскажите Нет, кстати говоря, ухажеры серьезные были все наши из бывшего Советского Союза Потому что мне кажется, что вот какая-то эмоциональная привязанность Она возможна только вот в ситуации, когда у людей общая история, общие книги А вы белорусская? Белорусская? Да, я белорусская А белорусы же вообще люди очень теплые и душевные Да Очень щедрые на любовь История самая серьезная была с парнем, который был с Украины Это была моя студенческая первая очень большая любовь Он мне сделал даже предложение, когда мне было 20 лет Но я отказалась, потому что для меня это было очень рано У меня были другие планы Ну что, вы расстались только потому, что были слишком молодые? Да, я была, да, я думаю, что да Сейчас, когда я думаю... Ты же еще должна была ехать учиться Да, плюс, кроме того, я получила стипендию на учебу в Дании, в Копенгагене И, в общем-то, был такой выбор, либо оставаться с ним А нельзя было и с ним, и учиться? Ну, тогда мне казалось, что это невозможно максимализм юношеский Правильно сделали Я вообще против ранних браков Все-таки должно быть поэтапно Если вы хотите быть образованной женщиной, сначала нужно получить образование Потому что, понимаете, везти машину и заниматься любовью Будешь делать и то, и другое плохо Лариса, о природе ты будешь рассказывать по поводу старородящего? Ну, твоя же дочка все-таки сначала закончила вуз, потом вышла замуж Ты же ее не пихала в 19 лет Поэтому я считаю, все, что касается Жанночки в 20 лет, это абсолютно нормально А вот по поводу того, насколько ты права или нет, дорогая моя Вот завтра-то мы узнаем Потому что свадьба завтра будет показана на нашей программе Наша! Ты прошел кастинг, Андрей, понимаешь? Ты уже официальный муж Так что я тебя поздравляю как мужа Приходите голодными Хорошо, а постарше было значительно? Да, было значительно постарше Это была моя недавняя история, когда мне уже было 30 лет А ему 56? Ему было 56 лет, да, мы познакомились Он был не женат? Он был разведен Они развелись, когда его сыну было 14 лет А когда мы познакомились, сына уже было 27 Азербайджанец, да? Да, это был азербайджанец, который очень много путешествовал Хорош с собой? Да, высокий, статный, с сединой, с бородой Хороший, да Но чем зацепил? Все-таки разница в возрасте большая Вы знаете, было очень интересно, потому что он ухаживал за мной очень интенсивно Мы с ним каждый день встречались, он читал стихи, он рассказывал о путешествиях А подарки тебе дали? Нет, кстати говоря, Роза, я знала, что вы зададите вопрос, он был очень скупой На подарки На подарки, то есть он мог заказать еду, вино Значит, со старым телом спать можно, а подарки дарить не надо А какому подарку были рады? Вы знаете, это хороший очень вопрос, спасибо за него, потому что я даже не знаю То есть для меня было очень важно показать ему, что я независимая, самостоятельная, состоятельная Ну вот ваша шейка голая, Аба, хорошо бы туда бриллианты выбрать Ну подождите, у меня бриллианты есть во всех нужных местах, я думаю, что... А в каких-то еще у вас местах бриллианты? У меня часы, у меня серьги, у меня кольцо достаточно Конечно, для вашего выроса, да А еще бы он не помешал на шее Ну Роза, если я выйду за вашего сына, и он мне купит... Нет, за моего нет, вы возрастная, нет Мне невеста очень, честно говоря, нравится, очень воспитанная девушка, очень красиво говорит, аккуратно, вежливо Давай поженимся в вашем мобильном Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время, а пока реклама А планы возвратиться в Россию? Нет? Нет, наверное, нет Ну дело в том, что, опять же, сейчас мы не привязаны, то есть я не могу себя представить в социуме вот этом постсоветском, где люди грубят, хамят, никто здрасте не говорит Это вы что, в нашей России имеете в виду что-то? Нет, ну извини, я вот прилетела в Москву вчера и сразу матч какой-то, мне сразу нахамили, кто-то какие-то мне семечки Ну, дедушка моя То есть мне будет сложно, я уже не умею так Скажите, а с чем так и не смогли в той же Швейцарии свыкнуться, ну вот в Европе? Нет размаха души, полета нет, полета нет, в моем понимании нет полета А вот у Максима полета хоть отбавляйся, все, продал, купил яхту, вот такие полеты вас не будут раздражать? Вы, девушка, упорядоченная, считаете копеечку, все планируете, в вас уже это заложено с 5 лет А не перегрызетесь в два разных человека? Нет, женщина шея, она не должна грызть Ой, прекратите вообще вот эти истории шеи, голова Ну, у вас есть какие-то вопросы к Жанне и к маме? Ну, пока нет, наверное, я пока слушаю, интересно Мне вот непонятно, Катерина Вот это я, друг и ангел-хранитель яхты, как многие говорят То есть вы вдвоем Поверьте, безопасно, Катерина, видно, что я по лицу Ой, а я не верю Послушайте, ну все же считывается, абсолютно И что? Послушайте, ну если пару раз был или будет секс по дружбе, ну кто в молодости этого? Ну это так, это так Не родина же изменяет, в конце концов По итогам этого года я понимаю, что один я бы не прошел эти 22 тысячи миль, не достиг бы Панамы, у меня бы это не получилось Вы знаете, что у вас есть три бонуса? Свидание наедине, семейная традиция или тайна и скелет в шкафу Что вы выберете? Давайте будет традиция Есть у вас такая? Да, у нас есть традиция Ну так, то, что моя мама здесь Вы, наверное, поняли, что я очень близка с моими родителями И традиция у нас такая, что каждый Новый год мы всегда встречаем вместе То есть независимо от того, где я и что я делаю, я всегда встречаюсь с родителями Это всегда какой-то новый город И вот здесь фотография с прошлого года, где мы были на горном курорте Межеф во Франции А вы дарите такой подарок родителям? Да, да, да То есть вы оплачиваете? Да, да, да Молодец Молодец Вы молодцы, вы мне очень нравитесь, и вы мне, Максим, нравитесь Осталось посмотреть на сюрприз на ваш Да, сюрприз мой такой, что я хотела бы пригласить Максима на уикенд в Швейцарию Который я организую И покажу тебе страну, покажу тебе город, в котором я живу Наши озера, покажу горы То есть вы оплатите же на все, да? Нет, Максим купит только билет, а все остальное я, естественно, оплачу Прекрасно А сейчас я бы хотела пригласить Максима на танец В общем-то, я даже тебя ни о чем не спросила То есть у тебя была жена, а детей у тебя нет? Нет И как ты все бросил и так решил, что ты ничего не боишься и будешь путешествовать? Ну, я боюсь, это было очень страшно Но, тем не менее, я понял, что жизнь короткая Я хочу видеть каждый уголок нашей семьи Ну, а кто тебя смотивировал на такое решение? Ну, то есть какой-то был пример у человека, которого ты встретил? Ну, нет, наверное, во-первых, я проснулся с такой мыслью Потом я почитал книжку, и первая книжка, которую я прочел, был англичанин, инженер Он работал, работал, паял, паял, а потом все бросил, продал дом, купил маленькую яхточку, тоже без опыта и ушел Ну, это же англичанин, ему как-то ближе То есть сама русские хуже Очень приятный голос у невесты, мне понравилось, смотрится вдвоем неплохо Спасибо большое Спасибо Спасибо, Жанночка, вы очаровательно забираете свой сертификат, букетик, маму и проходите в свою комнату Послушайте, что мы будем о вас говорить Спасибо Вот я на нее смотрела и думала, господи, вот мне кажется, если бы я была, ну хоть чуть-чуть на нее похожа, моя жизнь сложилась бы по-другому Вот чудная, дивная, прекрасная, прелестная, нравится? Невозможно, вот все в ней нравится А почему до 32 лет не замужем? Да-да и хорошо, а я до 32 лет была уже, ужас А мне казалось, Лариса, ты всегда на Ларису похожа, внешне Ну конечно, не понравилось мне, прям, ну уж такая у нас страна ужасная И семечки-то, и маты, и все плохое, понимаешь Я сейчас в своей комнате переклеиваю обои Вот такими пионами А была такая классическая английская полоска Хочу пионы и шторы хочу в пионах И мне моя подружка говорит, ужас, все будут говорить, ну какой-то сумасшедший дом Я говорю, а не надо ко мне приходить, кому не нравится Это моя спальня, мой дом, здесь мои порядки, мои желания Вот это я к тому, что немножко мне стало, конечно... Обидно за Родину А в Швейцарии все пукают мужчины, им не стыдно, ёкала, манай Ухаживаете за женщиной? Ничего? Здесь я тоже готов согласиться, потому что я... Ничего, и еще хохочут, они видят в этом какое-то веселье и хохочут Поэтому давайте про Швейцарию не будем Да, это меня тоже царапнуло, потому что я патриот, я хожу на яхте под советским флагом То есть для меня это важно Вот пришвартуйтесь где-нибудь в Швейцарии, из голода будете умирать, во вам что дадут А где-нибудь в Рязанской области скажешь, сынок, проходи, и все самое лучшее вам на стол Понимаешь? В свое время я полгода работал в Америке, в Нью-Йорке Мне предлагали там оставаться, гражданство сделано, все, я не смог остаться Бабу небось предлагали-то? Нет, вот, я не смог там остаться, потому что их менталитет абсолютно далек от меня Менталитет, а мужиков-то нет, а вы, он какой хороший Видишь, тут ты немножко неправильно выразилась, они тебя не поняли здесь Несмотря на все ваше свободолюбие и стремление активно проявиться, да Вы зачастую ведь рискуете эпатажно, правильно? Вы делаете это не благодаря вопреки, вам хочется победить себя, правильно? Вот это вот качество победы и риска, который вы видите, оно вас толкает на перемены Она будет придерживать вас То есть друг для друга вы можете стать очень сдерживающим фактором через какое-то время В отношениях сложится ситуация, когда вы будете очень стабильны оба Вот, то есть если эти взаимоотношения могут сложиться Знакомьтесь с второй невестой Здравствуй, Максим Здравствуй Я готова на край света, если я буду знать, что это надежный человек Хорошо Спасибо большое Спасибо Спасибо Инесса, 28 лет По образованию педагог английского языка Работает телеведущей международных новостей Гордится тем, что дважды начинала жизнь с чистого листа Признается, что готова ввязаться в любую авантюру Пока Инесса пыталась вылечить возлюбленного от старых душевных ран Он нашел утешение в объятиях новой пассии Надеется, что Максим серьезный мужчина Здравствуйте, Инессочка А вы что, к нам тоже из-за 3-9 земель? Да, честно говоря, я приехала к вам из Петербурга, вроде бы не так далеко Моя вы курочка Как здорово Да, ну, наверное, я, может быть, расстрою вас немного, но в Петербурге я перебралась как раз из Белоруссии Почему расстроюсь? Белорус и любовь моя Я Белоруссию обожаю Я там за год бываю минимум 10 раз Что вы? Она ему понравится Да, и они подходят тоже, мне кажется, визуально Каким способом вы пытались излечить от душевных ран своего возлюбленного? Что там за история была? История, на самом деле, довольно темная И вот, честно вам скажу, когда я смотрю на подруг, которые помогают в выборе И которые так сильно поддерживают молодых людей, я отношусь тоже с такой опаской, с таким недоверием теперь Потому что история была такая Молодец, если бы у меня была рука, как у Никулина в фильме, да, я бы вам ее, пожалуй, подсказала незаметно для всех На самом деле, я тоже так же думаю Но как-то мне кажется, что вот от Катерины не идет опасность, о которой мы всегда думаем Но я вас понимаю Да, вы меня, наверное, поймете еще больше Просто был такой опыт, когда мы пришли Мы пришли с подругой расслабиться Мы пришли, согласились тоже на такую авантюру Я человек, в принципе, такой, вроде бы преодолевающий свои страхи Я боюсь высоты Но готова с этим бороться И в один прекрасный день мы пришли полетать в аэротрубу Мы пришли полетать И, наверное, это была такая любовь с первого взгляда Я увидела инструктора, как это банально, но Он увидел меня Как сказал этот молодой человек позже Он никого вокруг не видел То есть было только так Инструктаж только сюда И поддерживал он так нежно, что это тоже заметили все Потом мы встречались И, конечно же, я узнала его историю Я узнала о том, что у него были предыдущие отношения И закончились они, конечно, невесело Там тоже своя семья И все очень сложно Но то, что он вот от этих старых сапог избавиться не смог Я узнала в процессе То есть сначала это начались какие-то такие вылазки за город С друзьями И каждый раз что-то предпочитали мне То есть я всегда... Да, я как... А сколько по времени вы были его официальной девушкой? Я теперь не знаю, когда вообще было это время И было ли оно? Было ли оно И что однажды произошло? Потом я увидела совершенно случайно Что на фотографиях как-то все чаще мелькает подруга Что она так сильно полюбила эти полеты в аэротрубе Что решила стать чуть ли не мастером спорта Поначалу он говорил, что это такая же девочка, которая пришла полетать То есть они познакомились там И он улетел с ней Ну, это такая ситуация Женщина всегда чувствует и видит, когда мужчина ее, когда не ее Инесса, вам 28 лет Мне 28 Вот мне кажется, что вы быстрее сорветесь с места Ну и учитывая эту аэротрубу За Максимом, чем предыдущая невеста Да А детишек вы когда планируете? Детишек в ближайшие годы Ну, вы понимаете, да? Года через два А, то есть вы готовы поехать, бросить работу, свою карьеру Такое уже было, я срывалась Языки какие-нибудь знаете? Английский Вот, это тоже, что, собственно говоря, неплохо Ну и родители, я думаю, не против будет, если вы два года-то путешествуете? Вы знаете, родители настолько привыкли Они даже не знают, что я на этой программе Они настолько привыкли, что я постфактум что-то делаю Ну, значит, и сюрприз им будет Да Собственно говоря Что в мужчинах не будете терпеть никогда? Или в семейных отношениях? Не знаю, я бы, наверное, не прощала Мне сложно простить Ну, как и всем девочкам это банально Измену Наверное, я за то, чтобы, если это и происходит То пусть мужчина будет настолько смелым и настолько талантливым Чтобы обеспечить меня морально Таким образом, чтобы я никогда не догадалась даже Но вы терпите до дна, до последнего Вы ждете, когда человек сам проявится Потому что, правда, вы видите, у вас это внутреннее качество есть Вам даже сны снятся вещи Да ладно, измена Как говорила одна великая актриса, Розе понравится это изречение Это денег жалко А это вот добра Жадность Жадность не люблю У вас осталось два бонуса Свидание наедине и скелет в шкафу Свидание Проходите Ну, здравствуй Здравствуй Расскажи мне, пожалуйста Я о себе рассказала очень многое Мне интересно, все-таки Ты так мало говорила о женщинах Я вообще не поняла, какой тип тебе нужен Какая девушка Какую ты видишь рядом с собой девушку Именно боевую подругу и партнера Или все-таки в ней должно быть что-то женственное Женское, эмоциональное Это не взаимосключающие вещи ни разу Потому что она должна быть женщиной прежде всего И женственной А во-вторых, она должна быть настолько смелой Чтобы суметь встать за штурвал яхтой и управлять ей Вот видите, Катенька, вы прямо красная тряпка для наших невест Ну, я их понимаю, и вы тоже должны их понять Представляете, что ваш любимый мужчина вдруг уходит в красный ветер А мне все-таки возраст интересен Катя, а вы когда родились? Больше сорока вам? Да Сорок два, да? Нет, больше Больше, да А больше пятидесяти? Меньше Ну, хватит Ну, типа мама Вы не рад по гороскопу Я рыба Она вот, понимаете, человек, который выражает его действительно как мама Его душевную составляющую А не хотите разве? Хочу, но будет Так надо было детьми заняться, а не круглосвет А почему к нам не придете на программу? Ну, возможно, после путешествия Придите, придите к нам Вы просто настолько, когда смотришь вашу программу по телевизору Вас не так передают В жизни вы более красивые и такие насыщенные, что ли, такие эмоционально окрашенные От вас очень такая волна большая, позитивы сходят Сложно сегодня сказать, карьеристка я или нет Потому что многие говорят, ну как, ты же работаешь на телевидении Наверное, как раз таки планы далеко идущие Никто не знает, как повернется жизнь Вполне возможно, что от любимого человека я захочу здесь и сейчас Вот ребенка и все И в черту карьера Не все может быть в этом мире, как под копирку Видите, традиционно Пары, дети и так далее Каждый человек имеет право на свою модель жизни Вот и все Инессочка, а сюрприз какой? Да, мне хотелось бы спеть Ой, а нам хотелось бы послушать Ну, эта песня для вас, чтобы немножко отдохнули АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ В конце тоннеля яркий свет слепой звезды Подошвы на сухой листве оставят следы Еще под кожей бьется пульс и надо жить Я больше, может, не вернусь А может, я с тобой останусь Очень хорошая девочка, очень хороший голос Ой, какой хороший голос Пусть пламя не в глазах В моих руках дыханье ветра Останусь снегом на щеке Останусь светом на леген Я для тебя Останусь светом на льду АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ Спасибо, дорогая Хороший вкус Про вас становится многое понятно Спасибо Ой, все хотят любви Да? Это так здорово Спасибо, дорогая Забирайте букетик С артификата в своем компе Ну, вы знаете Приятно, Кать Приятно, что есть все равно Еще среди нашей сестры Так сказать Отдельные женщины Которые, правда, хотят романтики Хотят чувств Хотят любить Хотят быть любимыми Хотят отдавать Ну, вот по Инессе это видно Она красивая Красивая душой Да И она очень хочет любви и нежности Это видно Ну, я думаю, что Макс Квартиры нет Готов сорваться в любой момент И, в принципе, даже готов Я даже вас представляю Когда яхт качается Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Красиво Ну, вот Берем Понравился вам Максим? Да Не мой человек Честно скажу Совершенно вообще не мой человек И я в этом еще больше убедилась Когда мы пообщались А что звезды? Ну, совместимость у них есть все-таки Вот Но отношения... Да у мужчин практически со всеми нами есть совместимость Животные гады Ну, не скажите Я хочу сказать, что отношения, конечно, могут быть дружеские Очень и свободные Но у нас еще есть одна невеста Пройдите, знакомьтесь Аплодисменты Привет, Максим Привет Рада знакомству Взаимно. Спасибо. Ну, у нас уже принято целоваться сразу при встрече. На даже три по-русски. Спасибо. Татьяна, 33 года. Работает инженером электрических сетей и высоковольтных проводов в Испании. Воспитывает сына. Занимается воздушной акробатикой и любит велосипедные прогулки. Мечтает посмотреть мир. Признается, что в 14 лет настояла на разводе родителей. Предупреждает, что не планирует больше иметь детей. Возлюбленный Татьяна мечтала о ребёнке, но после рождения сына с лёгкостью от него отказался. Надеется, что Максим настроен на серьёзные отношения. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Мне бы, конечно, хотелось начать с подарков и немножко сюрприза, если можно, потому что часть надо в начале, а часть в конце. Давайте. Лариса, мама очень просила, прямо умоляла. Вам лично, моя мама, она вас просто обожает. Ой, спасибо. Можно прямо во время программы я? Или здесь свободно? Так, это вам. Это, я не буду стоять, но одна коробка большая золотая, это вашей дочери. И вот голубенькая коробочка, это тоже. Да покажите коробку золотую. Это дочки, это, честно говоря, это просто, я знаю, что она... Всё, не показывайте, Роза завислива из глаз, у меня всё порвётся и сломает. Ничего себе! Спасибо. С английскими сказками. Ой, какое счастье, моя дочь, английский язык, фанатка, обожает. Спасибо, дорогая. А это что? Роза, вот сейчас столько подарков подарила. Завтра смотрите программу, увидите, сколько я на свадьбу. Она же вынула у всех эти подарки. Так что ей не надо. Белым детям давайте всё. Видишь, она подарки. Такие большие подарки. Да, да, мушки целые. Клак жали. И не шевелить, и до дна не доставать. И держать. До дна не достаёт. Нет. Вот держать и не шевелить. Сейчас достаёт. И что это будет, какой эффект? Чуть-чуть. Ну, в общем, в конце передачи. Хорошо. Танюша, ну и так, вы родителей развели, когда вам было 14 лет. Ну, отец, да. Как у вас это получилось? Да, у меня, в общем-то... Отец не очень хорошо обращался с мамой, я, конечно, очень переживала. И то есть, ну, отец у меня хорошо зарабатывал, мама у меня врач. Ну, сами знаете, зарабатывают двое детей. Я так считаю, что женщины экономически просто боятся уйти. Ну, естественно, я уже была взрослая, видела. Ну, мать у меня с очень мягким характером. Бил, да, отец? В общем, была мужчина? Нет, нет, он просто был ревнивый, жёсткий человек. Просто, допустим, мне там косу обрезать нельзя, хвост. Я просто хотела волосы постричь. Честно говоря, из-за эгоизма, наверное. Нет, ну, это шутка. Да, на самом деле, ну, мама у меня очень мягкий человек. Мужчиной была я. После развода мужчиной была я. А Ростропович, когда увидел, что Вишневская Галина своим дочкам привезла джинсы, взял их и сжёг во дворе. Поэтому здесь тоже всё очень неоднозначно. Может быть, папа боялся за вас как-то? Нет, нет. Нет? Совершенно не жалею ни я, ни маму. Мама у меня сейчас живёт прекрасно. Маму бил, пил. Всего хватало. Да, я всего насмотрелась. Моя девочка. Всего насмотрелась. Честно говоря. Да, и поэтому уже терпеть в своей жизни не будете ничего. Ну, просто был садик человек. Каждый приобретает свой опыт через что-то. Ну, жалко, когда деткам, маленьким детям приходите через такое проходить. Хорошо. А в Испании как оказались? В Испании я оказалась после развода, естественно, у меня не сложилась семейная жизнь. Ребёнок? Да, ребёнок у меня, да, 9 лет. Резко я повзрослела. Естественно... И вы ребёнка под мышку или с родителями оставили? Нет, нет. Я сразу, я везде ребёнка тягала. Это моё, это со мной. Молодец. Это женщина рожает для себя. И везде, со мной вытягался везде. Но он сейчас такой, он у меня общительный, он со всеми, ну, и не привязан ко мне. Любит. Сколько вы уже в Испании? 6 лет. А сложилось так, как мечталось? Или бьётесь, как рыба об лёд? Нет, я счастлива. Правда, у меня так, у меня всё хорошо. Я, конечно, бьюсь за всё, но, как вам сказать, я счастлива. Но есть результат. Я не могу жаловаться. Танюш, но есть результат. Конечно, человек, когда хочет, он найдёт работу. Язык вы учили, естественно. Я приехала, я училась, я пошла сразу на курсы. Массаж, макияж. Ну, вот всё такое самое лёгкое. Мы с девочкой открыли центр. Всё, там, всякие, там, косметики, сауны мы там в Сибири навезли. Всё у нас было. Ну, естественно, жалею очень. Вот ещё воистину под лежачий камень вода не течёт, и наши женщины могут всё. И везде. Одни везде. Прямо гордость. Гордость за вас, дорогая. И ребёнок, конечно, ходит в школу. Я бьюсь, да. Ну, мы, на самом деле, мы активные. А давайте на ребёнка посмотрим. Почему тогда, сейчас один вопрос, не нашли испанского мужа? Что в них не так? Ну, вы знаете, вот самое интересное, что в Испании не проблема найти мужа. Конечно. Я живу в Мадриде. Особенно на одну ночь мужа. Нет. Ну, особенно я раньше была блондинкой. То есть мы выходим, когда на дискотеку. Ну, вот в ряд идут, вот в ряд ты говоришь, нет, я не танцую, не говорю. Вот просто рядом идут. Ну, дело в том, что, как повторила Жанна, первая невеста, вот, правда, те, кто живём за границей, ну, вот, у нас душа есть. Вот мы скучаем. Вот нам надо классический фильм посмотреть, там, за рюмочкой, там, выпить, там, «Чёрный ворон». Ну, понимаете, вот, не знаю, ну, вот, надо своё. Там где-то, вот, не сюда быть такой культурной воспитанной, где-то, там, похамить, вот, с мужем. Ну, таких, конечно, на уровне. Хочется своего. Душа, нужно душа. Душа, не плохого, а своего, понятно. Да, своего, понятно, своего. Давайте хоть на ребёнка смотреть. Давайте. Я Таня, а это моя семья и мой сын Глеб. Привет. Мы спортивная семья. Я люблю футбол. Для Максима непременным условием перед свадьбой кругосветное путешествие. Мне кажется, это неразрешимая ситуация. Вот я вижу, конечно, что Максим, он ставит не как подарок, кругосветное путешествие на яхте, а как условия. Да. И испытания. Я в первую очередь, конечно, я мама. В первую очередь я мама. Естественно, я вот видела вторую невесту, мне прям захотелось вот выйти к ней, вот, понравилось поддержать её, что она, вот, считай, замечательный человек. Я вообще великодушная. Неужели я вызываю такое чувство, что меня хочется обнять и плакать? Возвращаемся к невозможности кругосветного путешествия, а это непременно условия Максима. Или передумайте, Максим, посмотрите, какая девчонка. Надо обсуждаться. У нас в Испании как? У нас 80% это что, вода. Вот будет севера, да севера. Вы там по точкам, смотри, до любого пляжа рядом. Мы ему по точкам пирожки будут. Скажите, а ребёнок не свой пугает? Это не пугает, другое дело, что это в текущей ситуации невозможно. Ясно. Танюш, ну вы, конечно, прелестно, садитесь. Спасибо. Даже если у вас ничего с Максимом не сложится, я думаю, на вас будет столько заявок. Я честно вам скажу, пришла, конечно, и с Максимом неинтересно, мне очень хочется отношений. Я на многое готова. Естественно, в разумных целях. Вы как-то похожи даже. У вас остался один бонус. Скелет в Кафу, да. Самое интересное, конечно, всё. Да. Всё на меня. Мне очень интересно узнать, что это за скелет у вас. Давайте посмотрим, что это такое. Кто это? Вот я вышла фиктивно замуж за одного своего друга. Но я два года уже в разводе, вышла замуж, просто для того, чтобы ездить в страны без визы, просто чтобы иметь больше. То есть у вас сейчас паспорт? Я сейчас гражданка Испании. Паспорт? Да, паспорт, документы, всё, я гражданка. Вот это мой скелет в шкафу. А сюрприз приготовили? Вот сюрприз, конечно же. Что-то там очень загадочное. Что-то там колдовали. Расскажите. Сейчас перевязь сверху. Вообще-то идея была, что вот кулак, почему? Это гипсовый, потом он засохнет, потому что видишь гипсовый свой кулак. Но это не в плане агрессии, это в плане мужества, силы и воли. Да, чтобы даже если мужчина будет не дома, чтобы женщина всегда видела часть тела мужчины, вспоминала о нём. В этом плане. Но, единственное, я думаю, что он не засох, ещё надо минут 15, конечно, подождать. Мы подождём. Спасибо вам большое, вы очаровательны. Забирайте цветочки. Вам спасибо. И проходите в своё комнату. Огромное спасибо, очень приятно. Катерина и Артём, ваше мнение? Она приятная, но в путешествии она не пойдёт, мне кажется. Да. Но в любом случае убирать Макса, но в путешествии она не пойдёт. Артём? Она чётко знает, что хочет в жизни. Ну да, девушка с ребёнком. Она уже не только для себя живёт. А у вас есть женщина-жена? У вас... Вы свободны? Да. Вот если вы свободны, поверьте мне, вы с Татьяной монтируетесь просто как идеальная пара. Вот я это вижу. У нас так бывает, что приходят за одним, уходят совершенно другие люди. Потому что всё миксуется и колода причудлива. Ой, я Ларису обожаю, правда, вот свой человек. Я бы, честно говоря, тоже конец программы, вам бы Максим посоветовал как мама. Вот не с кругосветным путешествием будете жить, и всё-таки жена вам будущая, это не танк. А Танечку присмотрите. Стоит всё-таки выбирать женщину прежде всего, а не яхта или что-либо другое. Советовал бы, но вы же не выберете. Вам яхта, яхта. А звёзды что? Очень хорошее сочетание по физическим показателям. При ближайшем знакомстве могли бы быть очень тёплые отношения. И, в общем-то, может быть, даже незабываемый какой-то роман. Но у вас очень разные вкусы. Вот. И это будет всегда создавать барьер между вами. Я даю вам какое-то время посоветуетесь, с кому вы пойдёте через буквально минуту. Итак, команда. Жанна неплохая. Я думаю, тебе подойдёт. Ну, глаз горел. Потихонечку подсогнёт как надо. Да. Нормально. Кстати, да. Все красивые и все умные хорошие. Это понятно. Но глаз горел на Жанну. Правильно? Нет? Да, я принял решение. Согласны ли вы со своими друзьями? Я абсолютно согласен с друзьями. И, конечно, Жанна. Прекрасная пара. Прекрасная. Роза? Ну, я хотела бы вам напомнить о том, что о пенсии надо думать с момента получения первой зарплаты. И о том, кто вам этот стакан воды, когда и пить не хочется, или всё остальное. Это очень важно. То есть, другими словами, когда женитесь, выбирайте именно жену. А не попутчицу, лоцмана или ещё там кого-то. Не о Жанне, Танечка. Вот с ней многое можно пройти. Жена прекрасная. Ребёнок уже. Вот я даже смотрю, женщина с ребёнком, в этом случае я с руками и с ногами. Заберут, потом ногти кусать будете. Ты когда пела, мне смотри. Смотри. И вы сейчас думаете, всё, вы же такая, ну тебе не Максим нужен. Это я к тебе пришла сказать, что нам не нужен Максим. Так уйдём вдвоём. Короче, я предлагаю просто в конце программы всем троим. Объединится, потому что... Да. Спасибо огромное, правда. Нет, нет, правда, Женя, вот смотришь, у меня мурашки похожи. Ты, я тебе пишу, всё, ты, а у меня в Мадриде. Жениха будем искать в Мадриде. И знаешь, если не приедешь, обижусь, понятно? Всё. Сейчас, когда у тебя будет отпуск, сразу ко мне. Я бы хотела сказать комплимент друзьям. Вы действительно друзья, потому что вы очень хорошо знаете его, его чувства, его эмоции, движения души. Действительно, из всех трёх вариантов прекрасных женщин Жанна подходит больше всего. А пока вы думаете, я бы хотела представить нашу новую рубрику. У нас есть пара. Дело в том, что за столько лет, пока идёт программа, сложилось невероятное количество пар. И было бы преступление с нашей стороны их скрывать. Поэтому я предлагаю посмотреть на один из видеоприветов. Меня зовут Алиса. Я очень рада познакомиться с тобой. Девушка должна быть, конечно, строгих правил. Она на самом деле должна быть красавицей. Она должна быть послушной. Мне очень приятно, что вы выбрали меня. Я нашёл внутренний человек, о котором я хочу сказать. И о котором я хочу заводиться. Я хочу его радовать. И состариться. Сморщиться. Я никогда никому не говорил эти слова. Я тебя люблю. И давай пожениться. У нас есть пара Олег и Олесик. Максим, проходите туда, куда решили. Мы вас в любом случае поддержим. Теперь можно плакать. Да я сама еле держусь. Ну а что, сколько держаться-то можно? Я предлагаю всем выйти и поддержать решение Максима. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет, Максим. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. У нас есть пара Максим и Жанна. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Очень рада за вас. Очень. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует...